всем привет мы с вами снова в офисе доставки товаров икея в городе саранск сегодняшний обзор мы решили посвятить очень популярный для наших подписчиков и покупателей теме это постельное белье как показала наша практика обзоры в магазине по постелям по текстилю набирает большое количество просмотров они интересны вам вы задаете по ним вопросы и покупателям то есть проще определяться когда они видят текстуру и фактуру но к сожалению на данный момент магазинке нижний новгород идет перестройка отдела текстиль обзор он в принципе вам уже нужен как бы сейчас да не дожидаясь когда отдел приведут в порядок поэтому мы решили показать вам примерно половина до ассортимента по крайней мере по фактурам и тканям на примере наволочек так как все просто не повторяются с наволочками в икее вы соответственно увидев наволочку фактуру плотности так далее как это мнется насколько цвет соответствует реальности вы сможете определиться за одной из простыню но ребят не забываем о том что у простыней есть повторяющийся комплект но комплектов конечно меньше повторяющихся чем например по 1 соотношению к наволочкам простыни что давайте смотреть я сейчас вам все покажу расскажу подробно детально увидите все нюансы и так далее у нас много вот таких наволочек все они рядышком со мной так давайте начнем с фергморы очень часто такую просто заказывают наволочки заказывают реже причину к сожалению назвать не могу значит давайте посмотрим характеристику который дает производитель хлопок стопроцентный ну в принципе все так количество нити к сожалению не указано сейчас посмотрю по другим наволочкам нет ребят количество нити я вам по каждой наволочке сказать не смогу извиняюсь но придется смотреть это на сайте соответственно чем больше нити в ткани тем больше плотно почему мы взяли наволочки для обзора но они элементарно занимают меньше места представьте если мы сейчас расстелим большой поддеяльник либо просто метр шестьдесят на два сколько нужно для нее поверхность вот такая вот наволочка видно что просвечивает рука 1 сейчас я не помню хорошенько понятно что дома так мало кто эксплуатирует но тем не менее видите да мнется она прилично замятие катышков у нее нет но так как плотность у нее небольшая она выглядит не так аккуратно добротно что ли чем остальные ну и цвет у нее все-таки не кипельно-белый опять же за счет того что она более тонкая это наволочка фрагмора стоит она 129 рублей это самая бюджетная наволочка на данный момент в икеи дешевле наволочек не следующая наволочка есть такие комплекта в огуречка до синие и бежевые называется со бломстер посмотрев вот на такую наволочку вы спокойно можете купить не только наволочку но и сам комплект если например вы давно вы хотели приобрести икеи у вас рядом нет а есть сомнения в покупке открываем наволочки у нас все хлопковые повторюсь но разное количество ниточек теперь давайте смотреть фактуру и плотность рука уже так не просвечивает как в предыдущем принципе и практически уже не сейчас я очень хорошо ее соблю подержу покажу вам что получилось она помялась да но уже не так как например более бюджетная наволочка обязательно стираем согласно рекомендации потому что вся хлоп весь хлопковый текстиль дает высадку наволочки у нас в основном на обзоре 50 на 70 новый кей есть наволочке еще 68 на 68 под одну большую подушку то есть это такой стандартный советский размер как у бабушек были большие следующая наволочка называется сиден блома тоже есть такая постелька но это уже большая наволочка 68 на 68 и плюс у нее еще такие вот края то есть такой стиль печморка лоскутики очень симпатично смотрится даже вот на камеру мне например нравится как она выглядит вот такая у нее фактура разные цвета сейчас мы с вами смотрим уже третью наволочку все эти наволочки сделаны в россии большая большая часть текстиля который производит и кей продает сделано у нас с нашего хлопка сминаю слегка смело даже не видно сминаю сильно видно да то есть но все равно дома конечно так подушки не мне в такой степени как я сминаю наволочку ну руку мою не видно вообще плотность хорошая как обычно ждем в комментариях какой постелью какими простынями наволочками языке и в пользуете что нравится что не нравится какие плюсы-минусы видите в эксплуатации дальше значит у нас еще осталось три цветных наволочки потом перейдем к однотонным что у нас следующая наволочка вот здесь уже производство бангладеш здесь такие же примерно синие огуречки но здесь в пачке две штуки мне вот кстати больше нравится когда наволочки продают по одной потому что бывает так что допустим семья из трех человек там всем нужны одинаковые и приходится покупать лишнее понятно это бы увеличение продаж магазина потому что люди если покупают они покупают пачку что ее не развернет но тем не менее это 50 на 70 то есть получается одна наволочка такая стоит 250 рублей кстати очень популярный комплект заказывает часто именно в таком темно-синем цвете мужчинам заказывают такую постель значит смотрим очертания руки не видно совершенно это не переходы бежевого в процессе съемок у нас возник вопрос мужчин что это нанесенная нанесенная краска вышитая это все таки окрашивание именно на холсте и потом из этого уже делают ткань то есть это не отдельная какая-то покраска не переживайте ничего у вас не слезет не облезет единственное когда такие вот насыщенные окрашенные оттенки они при первой стирке могут слегка слинять поэтому я думаю мы ни одна женщина синюю наволочку белой стирать не будет а мужчины если нас вдруг смотрят по этому обзору имейте в виду так следующая наволочка поторопилась я ее открыть сделано в россии гардмола называется очень популярный комплект постельного белья здесь на пачке видно и думаю увидите производителя открываем 50 на 70 стоит 149 такая наволочка и вот цветочки комплекты постельного белья есть односпальный и двухспальный скажешь из фактуру как это мнется я считаю что сильно мнется на прозрачном участке рука моя практически да и не видно на цветном даже не просвечивает для обзора мы взяли еще одну цветную наволочку но как бы она не совсем уже актуально потому что данный ассортимент выходит не будут их больше продавать но во многих магазинах они еще есть поэтому возможность есть успеть купить заказать приобрести кому нравится такая вот принтованная в цветочек постелька имейте ввиду значит это наволочка льюсога стоит 149 рублей размер 50 на 70 сделана она в россии вот такие вот цветочки сейчас мы откроем до конца я вам покажу жаль конечно что выводит потому что ценник очень хороший и рисунок приятный то есть берут на любой возраст берут женщины в годах берут подросткам я считаю что это нейтральная постель она не яркая комфортная вот смотрите по плотности с фактурами и тычек все ровненько и гладенько и сминаем нет примерно как и все да то есть наволочки одной плотности одного ценового диапазона получается само основное полотно примерно одинаковые только разный рисунок нанесет вот такая вот ли чеснок следующие наволочки это серия 2 ла в этой серии есть просто не есть комплекты постельного белья у нас не все цвета на обзоре в нижнем новгороде сейчас нет бледно-голубых наволочек и бежевых наволочек то есть фактически четыре цвета белая черная розовая и фактически их фактически 5 цветов белая черная голубая розовая и бежевая но мы вам покажем 3 бледно-розовые наволочки 2 недавно появились в ассортименте вместе с простынями комплектом постельного белья изготовлены они в казахстане не забываем то что у кей заводом по всему миру и плюс линии на которых выпускают товар именно для и для икеи по их технологии комплект из двух наволочек стоит 299 рублей это уже следующий ценник получает 150 рублей стоит одна наволочка раньше были ярко зеленые оранжевые красные я думаю обладатели этих цветов много чего расскажут интересно потому что мусор собирали именно эти цвета просто со страшной силой вот такие более пастельные тона введены по просьбе покупателей не более хорошо себя показывает мусор на них не липнет значит такая вот она бледно-грязно-розовая по-другому ви не назовешь тоже видно да то есть плотность такая вот средние все-таки очертания руки проглядывают мнется ребята она прилично но хорошо стираются на ней никаких катышек у меня есть комплект оранжевых наволочек просто не года 3-4 точно они уже живут период постоянно стирается периодически используется проблем с ними никаких нет но мусор собирают именно оранжевый цвет это розовые сейчас покажу то же самое в черном и белом цвете черный у нас тоже изготовлены в казахстане ну вот на черный вот мое мнение что мусор очень сильно липнет спрашивали клиентов которые периодически покупают такой цвет кому-то очень нравится кто-то не особо в восторге ну допустим там липнет но устраивать плотность и комфортно значит вот у нас черный цвет насыщенный черный без каких-либо дополнений видно да все-таки очень прилично гнется поэтому такой эксплуатации немножко небрежным становится и осталось у нас чувствами белая белый тоже изготовлены в казахстане и остается у нас с вами еще четыре серии наволочек которых у всех есть просто не некоторых даже есть комплекта часто к нам обращаются с таким вопросом почему идея не делает такой полноценный привычный комплект российском понимании наволочка рост и я думаю ответ очевиден каждому кого-то матрас метр сорок человек спит один покупает односпальный кого-то кровать 2 метра поэтому ребят ну это нормально когда просто другая да все это подбирается по цвету потихоньку привыкаем да вот на белый видно все-таки прозрачность нити не так много в этой серии то есть это не самые плотные наволочки ну и соответственно просто не это белая 2 мять я ее не стала потому что мне цена точно так же убираем здесь уже большая кучка есть у нас вот такая вот наволочка все минута называется она одна в белом цвете кто знает если такие просто не если такие комплекты постельного белья это вам вопрос ответьте пожалуйста в комментариях тоже у нас это хлопок произвели ее в индии она уже другая на другая по плотности другая по фактуре другая по тактильным ощущениям очень они хорошо запечатаны это уже и кейский хлопка высоте очень комфортный гладкий при этом без каких-либо примесей синтетических нитей разворачиваем сейчас вам покажу даже вот я сейчас на мята из упаковки но она более приятные комфортные более прохладные постельные белье получается эта серия я думаю на камеру даже слышно до шуршание за счет плотности тоже все-таки просвечивает да то есть рука частично кстати этот хороший такой блеск благородной сатины его на камере видно и мнется мнется как все остальное это было на воду к суду она кипельно-белый без какой-либо желтизны и серости красивый оттенок белого цвета так идем дальше вот такие вот наволочки из индии тоже называются дэцмин здесь уже хлопок и лиоцел сейчас еще раз посмотрим всю нуту нет чему-то все-таки хлопковый стопроцентно здесь лиоцел и хлопок лиоцел это тоже растение также наряду с хлопком его использует но дает более 6 износостойкость с лиоцелом постелька уже не покрывается катышками и кстати это тоже эффект сатины такой вот хлопковый сатин очень ребят красивый серый цвет обычно серая постель на как-то мужчины смотрят здесь такой вот жемчужный серый за счет еще перелива вот этой смеси тканей 299 рублей стоит одна наволочка то есть два ла стоит две штучки за эти деньги а здесь одна стоит 299 сминаю очень комфортно держать в руках мнется конечно и вот сама уголки эти ни на одной наволочке мне показала что у нас внутри как все сшито вот такие вот швы все выложено все хорошо обработано у всех наволочек есть вот такой вот подгиб то есть вы спокойно совершенно заправляете подушку ничего не выпрыгивает пуговиц клепок на наволочках нет во избежание чтобы ничего вы не поцарапали детки маленькие что не дай бог ничего там не откусили с точки зрения безопасности все это делается значит у нас местная семья есть такие просто не есть такие комплекты постельные рубежа сейчас мы вскроем белые она тоже у нас произведена в Индии и точно с таким же составом открою что комфортно в хлопковом сатине по крайней мере мне выберешь в руки и он прохладный то есть он такой вот не горячий как вот ну хлопок быстро тепло набирает более комфортный это на белая я думаю вы заметили что на белых наволочках то есть на белых тканях очень ну больше они просвечивают чем просвечивают цветные за счет цветки окраса мы ее помяли у всех наволочек есть вот такой вот хвостик его обязательно убираем это у нас был хлопок с леоцелл 299 рублей стоит одна наволочка следующая серия ульвиды вот таких вот три цвета темно-синий серый и белый значит изготовлены они у нас тоже в казахстане здесь 85 процентов хлопком и 15 процентов леоцелла то есть они имеют такой вот эффект сатина но его уже меньше 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 блеска ну и цена у них все-таки пониже цена и у простыней пониже комплектов такого каких постельного белья нет только наволочки и простыни вот такой у нас темно-синий цвет насыщенный давайте смотреть что у нас внутри сделано кстати все то же самое несмотря на то что это разные страны изготовителя как это как это я конечно очень сильно их сминаю так темно-синие убираем следующее будем смотреть таком темно-серый причем сейчас хочу показать сравнение с несмин если на сайте не совсем понятно одна какая-то светло-светло-серая другая прям темно-серая в реальности и у той и у другой наволочки красивый благородный серый оттенок у меня несмин вот смотрите даже кстати видно да где больше ли отцелы где меньше то есть перелив вот этот видно и структура немножко разная вот разворачиваем серую вот она у нас и смотрим теперь ее поближе настройки текстуры ткани ну мнутся я думаю уже поняли что мнутся они примерно одинаково Сейчас я вам покажу еще белую из этой же серии, и мы перейдем к последним наволочкам, которые продаются в Икеа. Еще такой момент. Если вы предпочитаете подушки 70х70, в Икеа это 68х68, не у всех есть большие наволочки, не все цвета есть, поэтому этот момент учитывайте. Все-таки основной размер, который Икеа производит, это 50х70. Вот уже видно, о чем я показывала вам, даже, смотрите, не буду руку ставить, вот видно даже этикетку, да, как это, то есть просвечивает белое за счет того, что это неокрашенное. Вот это вот показываю в два слоя, то есть в два слоя уже руку не видно. 249 рублей у Левида, три цвета. И последнее, что у нас осталось, это Пудервива из 100% льна. Очень интересная серия, к сожалению, опять к нам не попал один цвет, это бежевый, того их должно быть 4, такая серо-голубая, темно-серая, ближе к черному и белый. Еще такой популярный, очень бежевый цвет. Да, ценник не бюджетный, а большая простынь 260 на 240 стоит 3000, но оно того стоит. Все-таки Леон это неубиваемое постельное белье. Я думаю, у кого от бабушек или от мам осталось льняные советские простыни, подтвердят, что им ничего не делается. Они надоедят 10 раз, но они будут живы. Значит, сделаны они у нас все в Китае, но, получается, в Китае льна больше. Тоже в Китае, то есть все они в Китае сделаны. Ну, фактуру льна не спутать ни с чем, никакими другими нитками, тканями не перемешать. Вот такой вот темно-серый. Значит, показывают два слоя, чтобы видеть бы была фактура. Все-таки тут квадратик, который образуется, когда делают льня, ткут его, его не спутать ни с чем. Ни на шторах, ни на постелях. Давайте смотреть, как он у нас умеется. О-о-о, умеется он. Все знают, как льняные платья мнутся, да? То есть, вот чуть-чуть слегка, и уже как будто пожевал его кто-то. Ну, и характерный такой вот незначительный перелив и блеск присутствует. Значит, это у нас серая пудр-вива. Она такая вот насыщенного цвета. Ее нельзя назвать ни темно-серой, ни светло-серой. Она перемешана как будто с чем-то таким вот даже темно-синим. Не забываем про ценники. 400 рублей стоит наволочка. Еще, значит, у нас будут белые из этой же серии пудр-вива. Все, кстати, один такой вопрос к вам, уважаемые подписчики. Мы много ездим и хотим показывать вам, как проходят наши поездки в Икею. Будет ли интересно посмотреть не только про товар, а про жизнь именно службы доставки. То есть, как все это происходит изнутри. Жалко, напишите свои комментарии. Оставьте свои комментарии по этому поводу. Вот опять же, да, на белой видно, что просвечивает это очень сильно. Поэтому подушка должна быть более-менее однотонной, чтобы это достойно все смотрелось. Но вот на белом лучше фактуру видно. Слегка смяло. Вот какой результат. Это белая. И осталась у нас такая вот серо-голубая. Красивый цвет. Не избитый. Тоже сделано в Китае. Вот они. Кубики-рубики. Цвет. Ну что, друзья мои. Обзор получился длинным. Я надеюсь, что вы досмотрели его до конца. Он для вас оказался полезен. Вы определитесь с покупкой. Уже не будете покупать кота в мешке. Будете подходить с пониманием, как что это выглядит. Если понравилось, ставьте лайк. Делайте репосты наших видеозаписей у себя в социальных сетях, чтобы большее количество людей могли увидеть и познакомиться с ассортиментом Икея. Посмотреть не только через каталог, не только спросить совета у посредника, но и все-таки через видео принять решение самостоятельно, подходит данный товар или не подходит. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.